Доброе утро, уважаемые телезрители! Вот мне вновь хочется говорить сегодня о посте и поставить себе вопрос. Какое же значение мы можем придать нашему посту сегодня? Ну как что? Ну, вера в Бога, значит, ну как? Очищается духовно, тело очищается, душа очищается. Ну, как для некоторых это способ похудеть. Но, к сожалению, не могу себе этого позволить. Состояние здоровья мне батюшка разрешил не поститься. Хотя две недели, вот последние я стараюсь. Вы знаете, когда, как не в пост, начинаешь чувствовать подлинный вкус еды, особенно в первые три дня, когда на столе картошка в мандюрах, соленые огурцы и капуста. И именно в пост, как оказывается, это по-особому вкусно. Особенно, когда берешь еще и черную горбушку с солью и чесноком или жареную картошку с луком. Мы, оказывается, совсем забыли о таких простых вещах среди всех этих сосисок и чипсов. И наедаться, оказывается, можно гораздо меньшим количеством пищи. А на Пасху, когда уже все можно, и сразу чуть ли не открытие, что так мало тебя на самом деле насыщает. То же самое касается и всех остальных сторон жизни. Стоит хотя бы сократить время, которое тратится ежедневно на просмотр пустых телесериалов, компьютерные игры, сидение в интернете, простите, телефонный треп ни о чем. И оказывается, что в мире есть столько прекрасных и полузабытых вещей, до которых мы как-то не успевали добраться. Погулять в весеннем лесу с ребенком, разобрать семейные фотографии, да хоть бы смазать давно скрипящую дверь, наконец. И еще, и тоже простите, но мне думается, это важно. Тысячу раз правы те, кто говорит, что нельзя лезть в постель к супругам с аскетическими советами. Правы. Но выскажу только одно небольшое наблюдение. Иногда интимные отношения в браке приедаются, лишаются остроты. И тут очень кстати может оказаться, например, командировка. После разлуки все переживается по-новому. Но всем и не всегда, но кому-то и такое воздержание по взаимному согласию может оказаться полезным, если не делать его самоценным. Особенно актуальным стал пост во время глобального экономического кризиса. У него много причин, но одна из них стала вполне очевидной. Это людская неумеренность. Невозможно было остановить вот этот бесконечный праздник потребления. Отказаться от не слишком нужных, но приятных и престижных покупок. Разумеется, в кредит. В кредит, который будет отдан когда-нибудь и как-нибудь. Потому что наши зарплаты не могут теперь так быстро расти, как наши аппетиты. И похоже, что во многих странах, в большом бизнесе, да и в большой политике действовала примерно та же логика, только ставки были неизмеримо выше. Человечество понимает, что ресурсы планеты не безграничны. Что вот этот безудержный рост потребления только углубляет разрыв между теми, кто страдает от ожирения и теми, кто умирает от голода. Но остановиться просто не может. Так вот, пост – это упражнение в самоограничении. Это способ понять, что твое счастье не зависит от количества съеденного или его состава, от крутости твоего мобильника или загородного дома, от наличия развлекательной программы в режиме нон-стоп. И огурцы вместо котлет – это всего лишь проверенная временем форма поста. Но для православных она никогда не была абсолютным требованием. Кстати, сегодня все чаще можно услышать, что простые молочные продукты вроде кефира на самом деле куда более постные, чем черепоножие вроде креветок и омаров или даже изысканное блюдо из спаржи и манго. А я, ничего не утверждая, склонен согласиться, что так оно и есть. Но в любом случае дело не в меню, а в том внутреннем устроении души по отношению к посту. Наверное, многие нецерковные люди подсознательно чувствуют это и потому хотя бы немного ограничивают себя во время поста. «Пусть моя собственная воля стеснит мои хотелки, заставит отказаться от того, без чего можно обойтись, иначе моя жадность заставит меня жить в мире, где мне вечно чего-то не хватает». И вот освободившаяся от хотелок места может занять тот, кто стучится в наши сердца. Но ему так часто не находится места на этом бесконечном празднике потребления, как не хватило в свое время ему места в Вифлеемской гостинице, где родился Богомладенец Христос. Субтитры создавал DimaTorzok